Музыка Последний из американских гласных звуков, которые мы в очередной, впрочем, раз разотронем, является нейтральный центральный звук ШВА, который, как я говорил во введении в курс, есть и в московском диалекте русского языка. Там он произносится в безударных слогах вместо букв О и А. Как первый гласный звук в словах Алтай или Москва, ШВА – самый простой гласный звук, который речевой аппарат взрослого человека может издать. Как и другие гласные звуки, ШВА всегда безударен. В английском он бывает под ударением. Например, в словах ЛОВ, БОС, БОД, БОД и так далее. А вот в слове АБОВ есть сразу два шва. Безударный первый и ударный второй. Э-э-э-э-э-э-в. Если быть совсем педантичным, то два этих звука фонетически немного различны. Ударный из них даже имеет в фонетике свое специальное название – Carrot в международном фонетическом алфавите Carrot обозначается маленькой перевернутой латинской буквой V V по-английски или заглавной греческой буквой лямбда или заглавной русской L Но не заглавного, а прописного размера Некоторые словари дают именно такую транскрипцию ударного шва Но мы это делать не будем по простой практической причине Дело в том, что подавляющее число носителей английского языка не различают разницы между шва и Carrot Так что русскоговорящему человеку тут и подавно нет никакого практического смысла утруждать себя чем-либо Есть просто шва Либо ударный, либо безударный Точка И завел я разговор про Carrot Говоря о русскоговорящих отмечу один интересный практический момент При некоторых обстоятельствах вам будет часто казаться что канадец или американец произносит звук очень похожий на русский О там, где должен быть ударный шва Из-за такого ощущения некоторые из вас иногда даже не поймут смысл сказанного Что это за обстоятельство, спросите вы? Просто Если за ударным шва в слоге идет звук Л То есть буква Л Например, послушайте С учетом того, что не все американцы не различают звук рыба и шво Помните? То неопытному в английском русскоговорящему уху Иногда трудно в быстрой речи американца разобрать слова и различить ДОЛ ДОЛ И ДОЛ Они все ему могут показаться с русским О И это не просто так Перед Л в конце слога Ударный шва действительно сдвигается вправо Приближаясь близко к шву Почему? Все дело в двух факторах Во-первых В картавости Прежде чем продолжить наш разговор о шва Я хотел бы еще один раз обратить ваше внимание На явление двойного ударения в английских словах В русском языке такого явления нет Смотрите Вот портрет женщины В кавычках, конечно Нарисованный человеком Который совсем не умел рисовать Перед тем, как он пришел на первый урок по рисованию А вот портрет той же женщины Нарисованный тем же самым человеком После первого грамотного урока Курс SoundSmart работает точно так же Не обязательно иметь идеальное произношение в английском Но оно должно быть в приемлемых рамках Главное это все понимать на слух В любом диалекте И на любой скорости Навыки в аудировании и произношении в английском Улучшились у всех людей, которые прошли курс Как у начинающих Так и у advanced Так каким художником хотите быть вы? Таким Или таким?